Беспристрастное мнение Молодой автор вошел в кабинет редактора и положил на стол пухлую рукопись. «Вот», — сказал он, — «написал повесть. Долго думал, куда отнести, и решил отдать вам. Жду от вас самой беспристрастной критики. Мне Симонов так и советовал». «Кто советовал?» — переспросил редактор. «Симонов», — спокойно повторил молодой автор. «Константин, жди меня, и я вернусь. Живые и мертвые. Смотрели, наверное, фильм?» «Да нет, я знаю Симонова», — растерянно пробормотал редактор. «Ну вот», — сказал автор, — «он самый решительно советовал напечатать в вашем журнале. Так сказать, поднять уровень прозы». «Да, это будет хорошо», — сказал редактор, — «я обязательно прочту». «Зайдите ко мне через неделю». «Через неделю?» — удивился автор. «Да что вы!» «Федин эту повесть за один день прочел, не мог оторваться». «То?» — ахнул редактор. «Ну, Федин. Константин. Только не Михалыч, как Симонов, а Сергеич. Ну, первые радости, костер, знаете, наверное». «Еще бы», — сказал редактор, — «только он Александрович, а не Сергеевич». «Тут, видите, Александрович с восторгом отзывался. Неси, — говорит, — в журнал, и пусть прямо в набор отсылают». «Так», — вздохнул редактор, — «конечно, если сам Федин, тогда, конечно. Только все-таки я хотел бы сначала ознакомиться». «Ну, что ж», — обиженно сказал автор, — «знакомьтесь. Одно заглавие чего стоит?» «Твардовский. Как увидел заглавие, так прямо весь загорелся. Твардовского, надеюсь, знаете?» «Слышал», — сказал редактор. «Василий Теркин, страна Муравия». «Вот, он самый!» — обрадовался автор. «Как увидел заглавие, так аж весь задрожал. Немедленно!» — говорит, — «отдайте это в новый мир!» «Что же вы не отдали?» — огорченно спросил редактор. «Да нет!» «Я решил в вашем журнале напечатать. Не все же новому миру надо и вам интересные вещи, и у Леонова такое же мнение». «Ах, у Леонова тоже, да, и у Шолохова. Все в один голос советовали отдать вам». «Ну что же», — сказал редактор, вытирая пот с олба. «Это очень приятно. Только, знаете, я эту повесть не возьму». «Почему?» — удивился автор. «Ну, ее к Богу! Вдруг она мне не понравится, и это после таких авторитетных мнений. Я же с ума сойду, с работы уволюсь». «Да что вы», — сказал автор, — «прочтите». «Нет-нет, и не упрашивайте. Шолохову понравилось, а мне вдруг нет. Это значит, я не гожусь в редакторы. Уж лучше не искушать себя». «Да вы успокойтесь», — сказал автор. «Меня ваше мнение тоже интересует. А насчет Шолохова я пошутил, он повести не читал. Ну, все равно. Леонов, Твардовский, Федин. Да и они, по правде говоря, не читали». «А Симонов?» «И он тоже не в курсе», — вздохнул автор. «Я просто знаю цену повести и мысленно представил себе их оценку». «Ах так!» — воскликнул редактор. «Ну, тогда тем более заберите». «Плохая повесть». «Как вы можете так говорить?» — возмутился автор. «Это не я говорю», — сказал редактор. «Это Толстой говорит». «Лев Николаевич, Анна Каренина, «Война и мир». Фильм смотрели?» «Вот он самый». «Да как он мог прочитать повесть?» — удивился автор. «А он и не читал», — сказал редактор. «Просто я уже понял цену повести и мысленно представил себе его оценку». «Мы сломались»